Девушки отдыхают Библия. Откровение Иоанна Богослова. Глава 6, стих 7-8. Четыре всадника апокалипсиса, которые несут в мир хаос и разрушение. Голод, войны, болезни и смерть. Самый загадочный текст Библии умалчивает лишь об одном. Мир будет разрушен вовсе не мистическими силами. Его уничтожат сами люди. Вполне конкретная группа людей. Неизвестно, что ими руководит глупость, жажда наживы или жажда власти, но они действуют по плану, в котором, как и в Откровении Пророка, четыре этапа. Сокращение населения Земли. Отравление планеты. Война за ресурсы и ядерная зима. О том, как это будет, смотрите. Прямо сейчас. Возможно, завтра это коснется каждого из нас. Мир на пороге ядерной войны. В этой борьбе, к сожалению, нет победителей, нет проигравших, потому что проигравшие все человечество. Кто начнет ее первым? Американцы будут наставить, что Россия русский медведь, он выпил слишком много водки и стал слишком опасен. Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток. Какие города могут быть поражены ядерным ударом? Будут нанеситься ядерные удары по объектам, которые могут вызвать значительную экологическую угрозу. Секретные планы на случай ядерного апокалипсиса. Как они выглядят и к чему готовятся? Ни растительности, ни людей, ни скота, ни птицы, ни зерна, ничего. Ничего нет. Кто победит в этой войне? Межконтинентальные баллистические ракеты будут запущены Россией или США, и все мертвы. Слушайте вы, дебилы из Конгресса. Так нельзя делать. Смотрите прямо сейчас. Теория заговора. Ядерный спор. Последний раунд. Это охваченный войной сирийский город Давик. Сейчас сюда стекаются религиозные фанатики со всего мира. Тысячи людей верят. Тот, кто умрет в Давике, прямиком попадет в рай. Откуда это верование? Это как священное место для битвы. Если хочешь попасть в рай, ты должен пройти через Сирию. Умирая в другом месте, тебе в рай не попасть. Это часть их идеологии. Это интервью президент Сирии Башар Асад дал российской журналистке Дарьи Асламовой. Таких мистических откровений от президента воюющей страны не ожидал никто. Они уверены, что если погибнут в Сирии, то они сразу попадут в рай? Они так думают. Например, некоторые из них убеждены в том, что если они убьют больше невинных, то у них будет ифтар, завтрак с пророком в Рамадан. Они верят в это. Им совершенно промыли мозги. Поэтому вы не можете их обвинять. Они просто невежественны. Многие из них тинейджеры. Интересно, что географическое положение Сирии совпадает с описанным в Библии местоположением Эдема, райского сада. Золото той земли хорошее. Тамбдолах и камень Оникс. Имя третьей реки Тигр. Она протекает перед Ассириейю. Четвертая река Ефрат. Бытие. Глава вторая. По мнению ученых, первые люди на земле, скорее всего, окрепли и развелись именно здесь, на территории современной Сирии. Эдемский сад, где все когда-то началось. Не здесь ли все и закончится? Неужели древнее пророчество сбывается? И вся ситуация в этом государстве – та самая последняя битва, о которой говорил Иоанн Богослов. Место, откуда начнут свой путь четыре всадника апокалипсиса. То есть Третья мировая война неизбежна? Но кто начнет ее? Это документы Пентагона, которые перехватили журналисты из новостного агентства Ньюсрум. Вот цитаты из секретного циркуляра, направленного в объединенный штаб американских войск в Сирии. Всем офицерам армии США быть готовыми к применению тактических ядерных зарядов, провести учения и проверку оборудования для защиты от воздействия поражающих факторов, обеспечить взаимодействие с частями электронной и спутниковой разведки для уточнения позиций сил ВКС РФ. Ситуацию в Сирии можно в том числе рассматривать как глобальный полигон для выяснения отношений крупных мировых держав. Следующим этапом конфронтации, учитывая и так непростую конъюнктуру наших отношений, является горячая фаза войны. Возможно, в Сирии сейчас происходит своего рода артподготовка к большой войне. Провокационные заявления американских военных вызывают вполне логичную реакцию в российском генштабе. Если в Пентагоне говорят, что могут нанести удары по Дамаску, то в Москве отвечают, что готовы сбивать американские ракеты. Пока все происходит на уровне обмена репликами между представителями двух мощнейших армий мира. Для начала настоящего обмена ударами нужна политическая воля. И в США такие болевые политики уже появились. Если хотя бы один американский солдат пострадает в Сирии от российского оружия, Вашингтон готов начать полномасштабную войну. Об этом заявил кандидат в президенты Дональд Трамп. Но это пока слова. Это пока нигде не затверждено у американцев. Если он будет президентом и сохранит верность вот этому высказыванию, ну что ж, хорошо, давайте посмотрим. Еще большую угрозу представляет Хиллари Клинтон. Среди ее сторонников есть такие известные миллиардеры, как Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, клан Ротшильдов. Те самые люди, которые финансируют программы по сокращению численности населения планеты. Не потому ли они ставят на Клинтон, что она готова на любую политическую авантюру, даже такую, как тотальное истребление человечества. Я думаю, что она готова будет пойти на ядерное столкновение. Она считает, что ее кнопка ядерного оружия гораздо эффективнее. Ведь американцы уже много миллиардов долларов закопали в систему противоракетной обороны в Европе. И она уверена, что в случае, если Россия решит использовать наш ядерный потенциал в наступательных целях, либо в оборонительных целях, то система ПВО сработает и как бы обезоружит Россию. 4 октября 2016 года на ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне начальник штаба армии Марк Милли сделал сенсационное заявление. Будущая масштабная война неизбежна. Это будет быстрая война против России и Китая и приведет она к колоссальным жертвам. Командующий армией США угрожает России войной. Он говорит, что война может быть масштабнее, чем Вторая мировая, и мы маневрируем на такие позиции, чтобы Россия знала, что мы готовы к войне. И вы знаете, если военные получают такой приказ от объединенного командования, они сделают это. Скорее всего, даже если нет командования. Это фрагмент выступления американского журналиста Алекса Джонса. У опытного репортера сдали нервы после неожиданного заявления генералов США о возможной войне. Даже сами американские граждане не понимают, зачем военные делают такие чудовищные заявления. Межконтинентальные баллистические ракеты будут запущены Россией или США, и все мертвы. Слушайте вы, дебилы из Конгресса. Так нельзя делать. Однако в Пентагоне прекрасно понимают, что происходит на самом деле. Американское правительство и представители крупнейших транснациональных корпораций вовсе не собираются разделить судьбу всего человечества. Для олигархов и политиков уже готовят надежные укрытия. Этот загадочный круг на карте Вашингтона – бывшая военно-морская обсерватория США. Не странно ли, что рядом с военным объектом находится британское посольство и дом вице-президента Америки? Ничего особенного, если учесть, что вся обсерватория превращена в крупнейший на континенте противоатомный бункер. Сюда, на окраину Вашингтона, как выяснили американские журналисты, в случае войны будут доставлены самые богатые и влиятельные люди государства. Это создание защитных командных пунктов для управления в кризисной ситуации. И в этом же контексте создание или строительство мощных подземных городов, городов-капсул, где полностью будет автономная жизнь, без необходимости подниматься на поверхность там в течение определенного времени. Строительство бункеров в США развивается грандиозными темпами. Эти точки на карте – убежище для тех, у кого есть хотя бы миллион долларов. Столько стоит оборудованное укрытие в базовой комплектации. Жилые помещения, туалет, генератор, система очистки воздуха, слой защиты от радиации. За дополнительную плату апокалипсис можно пережить с двойной защитой, собственным бассейном и сауной, спортивным залом и даже компактной рыбоводческой фермой. Там уже, значит, ну как бы выращивались, что ли, свои овощи, фрукты, вот эти космические эксперименты по выращиванию там на космической станции каких-то растений. Это вот из той же области. И понятно, что это предназначалось для высшей элиты, ну в основном президент, его ближайшее окружение и крупнейшие финансисты Соединенных Штатов Америки. Это Москва-Сити. Уникальный район столицы, целиком состоящий из небоскребов. А это подземная парковка. Огромное трехъярусное сооружение, способное вместить порядка 2500 машин. Но мало кто знает, что это сооружение еще и одно из самых больших бомбоубежищ в России. То есть это идеальное такое сооружение для того, чтобы там могло укрыться, ну, я думаю, что несколько десятков тысяч человек. Этой весной московские власти привели в готовность еще одно гигантское бомбоубежище. Московский метрополитен. Мэрия снесла палатки и ларьки, мешавшие проходу в подземку. Теперь в случае опасности тысячи людей могут беспрепятственно спуститься в надежное укрытие. Гермозатворы, автономная канализация и система очистки воздуха на случай атомного удара. Там подведена вода, там есть коммуникация, там есть система вентиляции. То есть останавливаете поезда, обесточиваете рельсы. В стиле эти матрасы люди уже, так сказать, в безопасности находятся. В России строят массовые укрытия, а в Америке единичные бункеры для самых богатых людей. Это вполне укладывается в концепцию так называемой ограниченной ядерной войны. По мнению американской элиты, она позволит резко сократить лишнее население Земли. При этом производство товаров можно будет легко организовать на территориях, не затронутых ядерными ударами. Ведь в Америке таких производственных площадок в принципе не осталось. Их фабрики расположены в Китае и Малой Азии. Впервые концепцию комфортной ядерной войны озвучил президент Джордж Буш. Такие волны идут из Белого дома, из Пентагона, из Государственного департамента, Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, которые в последние несколько лет открытым текстом говорят о возможности развязывания ограниченной ядерной войны. По мысли тех, кто готовится к атомной войне, это единственный способ разрешить нынешний кризис в американской экономике. У США огромный государственный долг – 20 триллионов долларов. Его невозможно погасить. Золотой запас Америки не покроет и четвертую часть ее долга. Выход только один – уничтожить своих кредиторов. В число крупнейших из них входят Китай и Россия. Мы храним средства резервного фонда в долговых облигациях США. Делые политические и геокономические интересы Соединенных Штатов Америки заключаются в распространении управляемого хаоса на всей территории земного шара. Потому что в первую очередь это способствует сохранению глобального лидерства Соединенных Штатов Америки, а также позиции их доллара и продажи нефти за ту же американскую валюту. Смотрите далее. Новая гонка вооружений или очередная фаза Холодной войны? В общем-то стремится к гегемонии. Каким будет сценарий ядерного авокалипсиса? Ни растительности, ни людей, ни скота, ни птицы, ни зерна, ничего. И почему в черных списках США Россия стоит на первом месте? Мы неудобный противник. С нами сложно воевать, и нас практически пока еще никому не удавалось подчинить, покорить. Теория заговора. Сразу после рекламы. Существует несколько вариантов начала глобальной ядерной войны. Первый из них – локальный конфликт. Это такой вид военного противостояния, которое может произойти на территории какого-нибудь другого государства, будь то Сирии или Восточная Украина. Прямые военные столкновения уже были. Корея, Вьетнам и Афганистан. В этих регионах солдаты из США и СССР уже сталкивались на поле боя. Но несмотря на откровенную агрессию, наша страна никогда не угрожала применением ядерного оружия. Именно ядерная сфера всегда во все времена была главным опасением Соединенных Штатов Америки. Потому что именно российский ядерный потенциал – это единственный военный потенциал, который способен стереть с лица земли такое могущественное государство, как Соединенные Штаты Америки. Россия была первой страной, предложившей концепцию безъядерного мира. Полное уничтожение всех атомных боеголовок во всех странах – такой была инициатива советского генсека Никиты Хрущева во время одной из генеральных ассамблей ООН. Против выступили только две страны – Великобритания и Израиль. Во времена Горбачева Россия в одностороннем порядке взяла на себя еще более жесткие обязательства – никогда не испытывать ядерное оружие и ни при каких обстоятельствах не применять его первым. С тех пор ничего не изменилось. Мы не проводим атомных испытаний и не собираемся наносить превентивные удары по чужим городам, в отличие от заокеанских партнеров, которые всерьез рассматривают планы, упреждающие атомные атаки по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам-миллионникам России. Превентивный удар возможен только в том случае, если они 100% будут уверены, что система ПРО работает, и они закрыты зонтиком. Вот если они будут закрыты зонтиком, то тогда я абсолютно уверен, что они могут пойти на что угодно. Американцы любят говорить, что применение ядерного оружия – это ситуация не военная, а именно политическая. Его применение требует решимости высшего политического руководства страны. Это Гарри Троуман, американский президент, который такой решимостью обладал. Именно он дал команду на уничтожение более 250 тысяч человек. В 1946 году в ответ на бомбардировку порта Пэрл-Харбор США сбросили две атомные бомбы на Японию. Это единственный случай, когда было применено ядерное оружие. Посмотрите на эти фотографии, сделанные после взрыва. Вы видите детей, мужчин и женщин, стариков. Присмотритесь внимательнее. Есть ли среди них люди в форме? Нет. Потому что основное население городов, подвергшихся ядерной атаке, было гражданским. Во время этой страшной бомбардировки заживо сгорело по меньшей мере 150 тысяч человек. От лучевой болезни погибло почти полмиллиона жителей Хиросимы и Нагасаки. Америка до сих пор так и не извинилась за это массовое убийство. А вот слова участников той военной операции. «Я не испытывал ни гордости, ни удовольствия тогда, но я не чувствовал никакого раскаяния или вины за то, что бомбил город». Чарльз Суини, пилот ВВС США, участвовавший в обеих атомных бомбардировках Японии в 1945 году. «Я не жалею об этом. По-моему, это было здорово. Мы спасли жизни многих американских парней, и мир от этого стал только лучше». Пол Тевиц, бригадный генерал военно-воздушных сил США. К концу лета 1945 года Советский Союз фактически в Манчжуре разгромил Квантунскую армию японскую. Очень быстрым ударом подорвал как военные силы японские, так и системы снабжения, так и промышленный потенциал. Япония фактически уже была не способна сопротивляться. Вопрос о капитуляции должен был быть решен в течение нескольких месяцев. Тем самым удар американцев по Японии с применением ядерного оружия фактически был показательным для Советского Союза. Американцы показали, что зона влияния Советского Союза заканчивается здесь». Военные историки не сомневаются. Одной из причин использования атомной бомбы американцами стала возможность впервые испытать оружие массового поражения на живом противнике. «Есть плутониевые бомбы, есть урановые бомбы. Американцы в Японии испытали обе, и оказалось, что плутониевые бомбы оказываются намного более эффективными». С момента первого и единственного использования атомного оружия прошло ровно 70 лет. Но до сих пор главной страной, способной первой применить ядерное оружие, остается США. Это так называемая «доктрина Буша», принятая 43-м президентом США Джорджем Бушем. Согласно этому документу, Америка имеет право нанести упреждающий или превентивный удар по любой стране, которую сочтут потенциально опасные. Документ, опубликованный в 2002 году, стала основой американской военной стратегии. Давайте посмотрим на список стран, которые США за последнее время считали наиболее опасными. В феврале 2009 года официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что главными противниками США являются Россия и Северная Корея. Мы неудобный противник, с нами сложно воевать, и нас практически пока еще никому не удавалось подчинить, покорить и заставить выполнять свою волю. Поэтому это, естественно, тот, кто больше всех сопротивляется, и тот, с кем непонятно что делать, тот и вызывает больше всего раздражение, естественно, в него в первую очередь и целится. Мы действительно существуем в ракетно-ядерных планах Соединенных Штатов Америки. Соответственно, Российская Федерация и Китайская Народная Республика как объект ядерного падения номер один и номер два. Далее идут Иран, Северная Корея, раньше был Ирак, Ливия. В своем последнем заявлении в 2016 году глава Пентагона вновь назвал Россию угрозой номер один для безопасности США. В пятерку также вошли Китай, Северная Корея, Иран. Но почему Вашингтон видит в нас своего главного противника? И нужно ли нам всерьез готовиться к удару со стороны США? Вашингтон стремится к гегемонии. Он пытается быть на земном шаре единственным судьей, прокурором, адвокатом, полицейским и даже палачом. Добивать эти цели ему мешают Россия. Россия единственное в мире государство, которое в состоянии уничтожить Соединенные Штаты. Посмотрите на это гигантское сооружение в форме пирамиды. Это радиолокационная система Дон-2. Гигантский радар, который словно огромный глаз, сканирует пространство на тысячи километров вокруг. Рядом с РЛС можно разглядеть ракетные шахты. Здесь размещаются так называемые противоракеты. Специальное оружие, предназначенное для уничтожения боеголовок противника. Комплекс находится в 50 километрах от Москвы, в городе Софрино. Эксперты называют нашу технологию адской машиной. Мало кто знает, на что способна эта система. Эта система, спроектированная в Советском Союзе, фактически позволяет нанести гарантированный ответный удар по противнику, даже в случае, если все командные центры, все системы связи наши будут уничтожены противником. Вот как это работает. Во время массированной атаки автоматизированная система поднимает в воздух сотни ракет с ядерным зарядом, которые взрываются в атмосфере. Это называется блокирующие ядерные взрывы. Одновременная детонация сотен атомных боеголовок вызывает сильнейшее возмущение электромагнитного поля планеты, которое сводит с ума систему наведения ракет противника. Эти ракеты начинают падать мимо цели и взрываться не на той высоте. Возникает хаос в воздухе и на Земле. В это время в Сибири стартуют наши ядерные ракеты. Ядерное оружие – это самый-самый негативный сценарий. Это сценарий, который является фатальным не только для наших государств, но и для всего мирового сообщества. В этой борьбе, к сожалению, в которой победителей нет проигравших, потому что проигравшие все человечество. Специалисты называют нашу противопокетную систему самой совершенной в мире. Но означает ли это, что нам не страшна ядерная угроза? Об этом мало кто знает, что в 70-х годах между США и Советским Союзом был заключен договор, согласно которому каждая из сторон могла защитить от ядерного удара только одну точку на карте. Мы выбрали Москву. Американцы выбрали авиабазу «Гранд Форкс». Подписав это соглашение, мы расписались в том, что остальные города останутся без защиты. Обе стороны понимали, что полная защита одного из игроков в рамках этого противостояния или попытка защититься от атаки с другой стороны, с одной стороны, будет провоцировать гонку вооружений, постоянную, оборонительных и наступательных вооружений, а с другой стороны создаст некую иллюзию у одной из сторон, что она может быть уже защищена полностью от возможного ответного удара. И тогда, безусловно, у политиков возникнут мысли, идеи о том, что, может быть, стоит нанести и превентивный ядерный удар в данном случае. Так было до 2002 года, после которого США неожиданно для всех вышли из этого договора и тем самым запустили новый виток гонки вооружений. В 2004 году США разместили противоракеты на Аляске и на авиабазе в Калифорнии. Запустили глобальную систему прокорабельного базирования. Сейчас корабли с противоракетами находятся не только в США, но и в Испании, Великобритании, Норвегии и Южной Корее. И с каждым годом они все ближе подбираются к России. В этом году США запустили систему противоракетной обороны в Румынии и начали строительство оборонного комплекса в Польше. У этих систем есть еще одно, как можно сказать, двойное применение. Дело в том, что их пусковые установки позволяют вместо противоракет размещать на них системы «Тамагавк» с ядерным боезарядом. То есть буквально в считанные дни системы противоракет становятся атакующими системами. Американские военные пытаются убедить нас в том, что оборонительное оружие не может быть наступательным. Но в России считают иначе. Ведь мир избавлен от крупномасштабных войн и военных конфликтов. Мы с вами все об этом знаем. Благодаря так называемому стратегическому балансу, который был достигнут после того, как две суперядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений и о сдерживании в системах противоракетной обороны. Потому что для всех понятно, если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее, чем вторая, то она приобретает преимущество, у нее появляется искушение использовать это оружие первой. Эта съемка была сделана в июле 2016 года во время встречи президента России с иностранными журналистами. Владимир Путин дал четко понять, в случае угрозы нам будет чем ответить. Смотрите далее. Секретные планы на случай ядерного апокалипсиса. Как они выглядят? Американцы будут наставить, что Россия, русский медведь, он выпил слишком много водки и стал слишком опасен. Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток. Какие города могут быть поражены ядерным ударом? Буквально в считанные дни системы противоракет становятся атакующими системами. И кто сможет пережить ядерную зиму? Общие жертвы населения нашей страны от первого ядерного удара могут составить где-то порядка 40-50 миллионов человек. Вот так выглядит пуск самой мощной ядерной ракеты в мире. Это ракета Воевода. На западе ее называют Сатаной. Межконтинентальная ракета способна преодолевать не только любую противоракетную оборону, но и гигантское расстояние в 10 тысяч километров. Такая ракета, запущенная из Оренбургской области, например, без труда может долететь до Вашингтона. Вес одной ракеты 200 тонн. В ней размещается 10 боеголовок по 750 килотонн каждая. Суммарный заряд настолько мощный, что способен поразить 400 таких городов, как Хиросима, или полностью уничтожить три американских штата, такие как Мэриленд, Вермонт и Рот-Айленд. Сейчас на смену Воеводе идет новая ракета — Сармат. Еще более страшное оружие. Такая ракета способна нанести удар по любой точке США. И сделать она это может по любой траектории. Хоть через Атлантический, хоть через Тихие океаны, хоть через Северный полюс. Точные полетные маршруты ракет известны только генеральному штабу российской армии. Особенность любого ядерного удара, неважно, первый, второй, однажды запущенные ракеты уже нельзя вернуть в шахты, не вернуть на подводную лодку. Это иллюзия, когда некоторые считают, что можно отменить. Допустим, пошла ракета, стартует, потом отбой, и она разворачивается, залезает снова в свою родную шахту и сидит там спокойно, нигде не взрывается. Это не произойдет. Однако в Америке с начала 60-х годов развивается совершенно иная концепция, которую лоббируют разработчики новых видов оружия. Они предлагают США дорогостоящие системы защиты от ракетного нападения и с завидным постоянством получают государственное финансирование. Эти же люди владеют медийными корпорациями, которые продвигают идею абсолютной защиты от ядерного удара. Больше половины американцев уже сейчас уверены, их страна может совершенно безнаказанно бомбить любое государство. Система ПРО способна сбить все ракеты, нацеленные на американские города. В свое время Советский Союз добровольно отказался от плана размещения атомных боезарядов в космосе. По мысли наших ученых, над каждым стратегическим американским объектом могла зависнуть космическая платформа с ядерными боеголовками. Но стоимость проекта тоже была космической. СССР не стал продолжать исследования. В отличие от американских промышленников, которые освоили миллиарды долларов на волне противодействия советским угрозам из космоса. В разные годы вносилось очень много инициатив и Советским Союзом, и Российской Федерацией, и Китайской Народной Республикой, и другими странами, о том, чтобы не размещать оружие в космосе. Но американцы и их союзники блокировали все эти инициативы. 22 декабря 2015 года Управление национальных архивов США опубликовало секретный военный документ 1956 года с указанием целей для нанесения ядерного удара. Документ стал настоящей сенсацией. Это было одно из первых свидетельств того, что США разрабатывают подробнейшие планы по применению оружия массового поражения. В этом документе сотни объектов, по которым Вашингтон нанесет ядерные удары в случае войны с СССР. В одной только Москве 179 точек, в Ленинграде 145, среди целей Берлин, Варшава, Пекин. Одним из пунктов этого секретного документа было физическое уничтожение населения СССР. Архивы Пентагона, которые сейчас постепенно открываются, говорят нам о том, что в 50-е, 60-е годы многостраничные, там, по-моему, 800-страничные документы в США разрабатывались с конкретным списком целей, по которым необходимо нанести удар. Ну, куда попадали, безусловно, все крупные советские города, промышленные центры. Список целей с тех пор изменился, но несущественно. Предполагаемая ядерная атака будет проходить в три этапа. Первый этап – так называемый «быстрый глобальный удар». Сотни ядерных ракет будут направлены на военные объекты России. Это станции противоракетной обороны и станции РЛС. Такие есть в Иркутской, Ленинградской и Московской областях. Одновременно будут наноситься удары по нашему ядерному оружию. Все это для того, чтобы мы не могли нанести удар в ответ. И вот перечень городов, которые могут стать объектом атаки. Козельск, Ужур, Татищево, Новосибирск, Иркутск, Нижний Тагил, Яшкар-Ала, Барнаул, Выползово, Тейково. Ракеты будут направлены на аэродромы и военно-морские базы. Североморск, Керчь, Севастополь, Балтийск, Кронштадт, Калининград, Астрахань. Будут наноситься ядерные удары по объектам, которые могут вызвать значительные вторичные поражения, представляющие значительную экологическую угрозу. Это предприятия химической промышленности, это различные атомные дизели и гидроэлектростанции, это атомные электростанции. Второй удар будет самый мощный и самый страшный. После того, как будет уничтожена система противоракетной обороны, радары и военные базы, США запустят массированный удар по городам с миллионным населением. Это Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Казань, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Иркутск и Владивосток. Общие жертвы населения нашей страны от первого ядерного удара могут составить где-то порядка 40-50 миллионов человек. То есть где-то треть населения страны погибнет. Третья волна. Американцы оценивают информацию и дают команду точечного удара по оставшимся в сохранности объектам. Так, по версии некоторых американских военных, должна закончиться ядерная война с Россией. Среди аналитиков есть поговорка «Победивший в ядерной войне погибнет вторым». Система нашей обороны автоматизирована и устроена таким образом, что как только российские спутники замечают старт американских баллистических ракет, в боевую готовность приводятся наши ракеты. И если траектория полета боеголовок направлена на нашу территорию, у нас стартуют ракеты. Это называется ответно-встречный удар. Наши ракеты, почему называются ответно-встречные, как бы наши ракеты встречаются в космосе. Одни в одну сторону, другие в другую сторону. Потому что время полета ракет с территории США до России, из России до США составляет от 30 до 40 минут. Так вот, в среднем колеблется. Вот происходит вот такой обмен. Наши ракеты бьют по военной инфраструктуре США. Уничтожаются радары, пусковые ракетные установки, системы противоракетной обороны. Более того, даже если на всей земле не останется ни одного российского военнослужащего, наша специальная ракетная система «Периметр» будет продолжать наносить удары возмездия. Даже если американцы будут бить прямым попаданием по нашим пусковым шахтам, все равно они не смогут остановить наши ответные удары. Российские ракеты полетят в Нью-Йорк, Вашингтон, Броклин, Лос-Анджелес, Хьюстон, Филадельфию, Даллас и другие города. До тех пор, пока не погибнет большая часть населения США. А дальше в бой вступят наши подлодки. Даже тех зарядов, которые есть на наших подлодках ядерных, хватит для того, чтобы превратить, опять же, основные города, восточное и западное побережье Соединенных Штатов Америки, просто радиоактивный пепел. Количество выпущенного заряда будет исчисляться тысячами мегатонн. А это значит, что это будет гарантированное взаимное уничтожение двух стран. И все это приведет к страшным последствиям для всей планеты. Тонны пепла уничтоженных городов попадут в стратосферу и закроют небо на несколько лет. Серая взвесь покроет Землю на миллионы километров. Наступит так называемая ядерная зима. Самая страшная страница в истории человечества. Померкнет свет. Средняя температура опустится на 50 градусов. Замерзнут реки и большая часть океана. Погибнут растения и животные. А те, кто выживут, будут умирать от голода, холода и лучевой болезни. Выживет ли кто-нибудь? В каменных джунглях без тепла, без света и без пищи. Потому что производить пищу, для этого тоже нужно топливо, нужно электричество, нужно тепло. И вот несколько миллионов человек заперты в каменном мешке. Даже если мы предположим, что они пережили первый удар, что дальше делать? Второе, конечно, это естественно радиоактивное заражение. Ни растительности, ни людей, ни скота, ни птицы, ни зерна, ничего. Ничего нет. Многим кажется, что ядерная война – это маловероятный сценарий. Ведь погибнут миллиарды людей, вода будет отравленной, а земля станет непригодной для жизни. Неужели кто-то готов пойти на такое? Ученые знают, что какой бы ужасной ни была ядерная зима, и сколько бы ни погибло людей, через несколько лет наступит ядерная весна. Сажа будет постепенно оседать, а солнце согревать земную поверхность. Тонны пепла станут питательной средой для растительности. Земля покроется зеленью. Многие виды живых организмов выживут. Радиация постепенно спадет. Ядерная война, которая для большинства людей на планете может стать самой страшной трагедией для мировой элиты. Всего лишь этап вынужденной перезагрузки жизни на планете. Это избавит землю от перенаселения и позволит получить доступ к любым природным ресурсам. А самое главное – те, кто смогут пережить апокалипсис в бункерах, начнут новую жизнь на планете, став единственными хозяевами нового мира. Но Россия этого не допустит.